Урок отношений. Признаки актуальности урока для вас. От природы вы не очень общительны. Вам комфортнее наедине с собой, чем с другими людьми. Вы были молчаливым ребенком, возможно и сейчас остаетесь неразговорчивым человеком. Жизнь ставит вас в такие условия, когда вы вынуждены учиться общаться. Возможно, вы освоили навык общения, но вам это помогает больше в профессиональной сфере, чем в личной. Довольно часто вы не можете выразить то, что чувствуете, а потому просто молчите. Вам легче выражать мысли, чем чувства. Вы замечаете, что люди вас не понимают или понимают неправильно. Если в отношениях возникает размолвка или непонимание, вам гораздо проще пойти на разрыв, чем попытаться разобраться в причинах и найти общий язык. В вашей жизни бывают ситуации, когда вы просто избегаете отношений, так как заранее уверены, что вас не поймут и ничего хорошего все равно не получится. Если вам предстоит какой-то разговор, вы обычно заранее продумываете все, что скажете и мысленно проговариваете про себя все заготовленные фразы. Ведь вам кажется, что в противном случае вы обязательно собьетесь, скажете что-то не то или не найдете нужных слов. В общении вам трудно оставаться собой. Искреннее общение для вас проблема. Возможно, вы пытались общаться искренне, но поняли, что ваши слова не передают то, что вы чувствуете на самом деле и прекратили эти попытки. Вам кажется, что близкие люди должны понимать вас без слов и обижаетесь, если этого не происходит. В семье с близкими людьми вы либо молчите, либо выясняете отношения на повышенных тонах. Спокойное доверительное общение случается редко или вообще отсутствует. Вам трудно представить, что такое равноправные и взаимоуважительные отношения. По вашему опыту, кто-то один обязательно подчиняется, а другой главенствует. Вы боитесь зависимости. Опасаетесь потерять свое собственное «я» и в результате либо предпочитаете вообще избегать отношений, либо держите в них дистанцию, остаетесь отстраненным, не раскрываетесь до конца. В отношениях вы ищите опору для себя, но не находите ее. Либо вы опасаетесь, что отношения станут для вас обузой, ведь вам придется быть опорой для другого, и в том и в другом случае вам кажется, что отношения не имеют смысла. Не исключено, что в определенный момент вы начали осознанно предпочитать одиночество и отвергать отношения. Задачи, которые необходимо решить в рамках урока отношений. Выйти из чувства одиночества. Обрести состояние единства с миром. Найти контакт со своими чувствами. Научиться говорить о чувствах. Научиться понимать себя и других. Научиться общаться искренне от сердца. Научиться обсуждать отношения и находить взаимопонимание. Научиться строить доверительные отношения. Научиться поддерживать отношения на равных, не становясь ни подпоркой, ни обузой для другого. Одиночество и непонимание – ваши постоянные спутники. Урок отношений проходят люди, у которых в прошлых воплощениях были сложности с осознанием, проживанием и выражением своих чувств. Часто это были воплощения в мужском теле, ведь традиционно мужчинам запрещалось быть чувствительными. Но пришло новое время. Время, когда необходимо восстановить баланс энергий. У духа нет пола, вернее, мужское и женское начало в нем уравновешены и находятся в единстве. Если же возникают какие-то перекосы, то вы не можете в полной мере воплотить возможности духа, ведь часть ваших энергий заблокирована. А потому, даже если вы сейчас воплощены в мужском теле, вам необходимо уделить больше внимания чувствам и их проявлению. Не думайте, что эмоции не важны. Блокируя их, вы блокируете свою связь с Богом и тем самым налагаете на себя значительные ограничения. Вы выбрали урок отношений, так как это ваше слабое звено отношения являлись таковым на протяжении многих воплощений. И вы не захотели больше с этим мириться, не захотели больше терпеть страдания, связанные с одиночеством и дисгармонией в отношениях. Конечно же, как и в случае с любым другим уроком, сначала появились его катализаторы. То есть люди и обстоятельства, которые должны были сначала активировать урок, а затем довести его проявление до предела. До такого предела, когда вы уже можете понять, так дальше жить невозможно, это слишком тяжело. Это доставляет много страданий и с этим необходимо что-то делать. Самыми первыми катализаторами обычно выступают самые близкие люди. Родители или те, кто их заменяет. Скорее всего, они сами были скупы на проявление чувств и не очень-то умели строить отношения. Вы учились на их примере и, соответственно, тоже не получили нужного опыта. Следствие – провал за провалом в такой важной сфере человеческой жизни, как взаимоотношения. Почему в рамках этого урока необходимо уделить особое внимание чувствам? Вы можете это понять. Связь между способностью проявлять чувства и отношениями – самая прямая. Чувство – это энергия, которая течет от сердца к сердцу. Если эта энергия заблокирована, между людьми словно возникает стена. Слова, которые идут от рассудка, а не от сердца, не способны преодолеть эту стену. Ее преодолевает любовь, а значит и чувства, основанные на любви. Если эта энергия любви есть в вашем сердце, почему вы перекрываете ее потоки? Почему не позволяете этим потокам достичь сердец других людей? Ответ прост. Программа, сформировавшаяся у вас на протяжении воплощений, не дает вам этого делать. Но вы можете научиться жить в обход этой программы, потому что энергия любви сильнее ее, потому что энергия любви может пробиться сквозь любую энергетическую конструкцию, перекрывающую для вас возможность живых искренних отношений. Если энергия любви заблокирована, вы не можете донести своих чувств до окружающих. В итоге вас не понимают. Вследствие – отношения без взаимопонимания или одиночества. Одиночество и непонимание – это и есть основная коллизия вашего урока. На самом деле вы достойны уважения и понимания только пока еще не убедились в этом. Даже если вы приняли на себя роль одиночки, в глубине души вы наверняка ощущаете, что вам не хватает настоящих отношений. Но вы в силу заложенной внутри вас программы даже не знаете, как подступиться к таким отношениям, в которых было бы тепло, были бы любовь и искренность. О, многие из вас говорят, просто я не встречаю таких людей, с которыми возможны эти отношения. Я думаю, таких людей совсем нет. Дорогие, таких людей нет рядом с вами, именно в силу действия вашей программы. Они появятся, когда вы начнете отрабатывать урок. А пока что не дайте себя обмануть этому ложному постулату, что будто бы проблема в других людях, а совсем не в вас. Это ваш урок, дорогие. Другие люди – просто отражение вашего поведения. Не корите себя, вы ни в чем не виноваты. Действует программа, которую вы решили испытать на своем опыте, и от вас зависит, позволять ли программе и дальше действовать так, как раньше, или что-то изменить. Отработка урока отношений включает три фазы. Первая фаза – выход из состояния одиночества. Вторая фаза – осознание и выражение чувств. Третья фаза – наработка опыта общения от сердца. Если урок отношений для вас второстепенный, то проблемы во взаимоотношениях способны довольно скоро разрешиться. Если этот урок главный, вам придется снова и снова решать задачу преодоления одиночества и непонимания. Но вы можете научиться делать это очень успешно. А значит, начнете искренне общаться и не будете больше чувствовать себя одиноким. Первая фаза – выход из состояния одиночества. Вы никогда не одиноки. И если вы чувствуете себя одиноким, то лишь потому, что у вас заблокирован тот орган, который отвечает за связь с окружающим миром. Этот орган – сердце. Именно через него вы связываетесь с божественным источником любви. Именно через него вы налаживаете коммуникации с миром и другими людьми. Если вы спросите у своего сердца, в самом ли деле вы одиноки? Если вы прислушаетесь к нему, по-настоящему прислушаетесь, то вы услышите, как через ваше сердце Бог отвечает вам «Ты не одинок и никогда не был одинок». И вы можете почувствовать это, внутреннюю связь со всеми людьми, со всем человечеством. Вы – единое целое. Вы пришли на Землю не поодиночке. Вы договорились сотрудничать. Вы договорились помогать друг другу, в том числе проходить трудные уроки, даже если для этого приходится играть не самые приятные роли. Вы все неравнодушны друг к другу. Вы можете притворяться, что не знаете друг друга. И вы так и делаете, потому что это тоже нужно для прохождения урока. Вы сами так решили. Вы решили забыть, что вы не одиноки и посмотреть, какова сила вашего света в таких условиях. Достаточно ли силы вашего света, чтобы выйти из состояния одиночества. Ваше одиночество – это только ваше субъективное представление о том, что происходит с вами. В реальности одиночества нет. И силы вашего света достаточно, чтобы преодолеть иллюзию одиночества. Обратитесь к своему сердцу, и вы почувствуете, что там, в вашем сердце, вы связаны со всем миром. Нет барьеров, нет границ. Другие люди – такие же божественные существа, как и вы. В сердце у каждого Бог. И когда вы соединяетесь со своим сердцем, вы можете соединиться с сердцами других. Энергия любви – вот что вас соединяет. Позвольте этой энергии двигаться. Выпустите ее наружу. Пусть энергия любви течет от вас к другим людям. Вы увидите, что ее не убудет у вас, а только прибавится. Вы почувствуете, что стали не менее, а более защищенным и неуязвимым. Потому что любовь – лучшая защита. Раскрывать сердце, когда оно наполнено любовью Бога, безопасно. Просто позвольте Богу наполнить ваше сердце любовью. Просто выразите такое намерение. Любовь войдет в ваше сердце, и одиночество исчезнет навсегда. Вторая фаза – осознание и выражение чувств. Чувство – это то, что связывает вас с миром и позволяет вам ощущать себя живым. Чувство – это то, посредством чего вы общаетесь друг с другом. Не мысли главное в коммуникации, а именно чувства. Мысли без чувств мертвы. И если вы думаете, что можно завоевать чье-то доверие и чью-то любовь, просто сказав правильные слова, то вы ошибаетесь. Слова важны, но только тогда, когда они идут от сердца. Иначе вы при помощи слов лишь ставите барьер между собой и другим человеком. Именно поэтому тщательно продуманные и выверенные слова не приносят результата, если вы хотите добиться искреннего общения. Чтобы другие понимали вас и могли быть с вами искренними, вы должны быть опережающе искренни. Другого пути нет. Если вы хотите, чтобы другие раскрывались с вами – раскрывайтесь. Если хотите, чтобы вас любили – любите. Так устроен мир. Вы получаете то, что даете. Если вы только притворяетесь, что даете искреннее чувства, но при этом прячетесь за защитным барьером отчуждения, вы получите только непонимание и отчуждение в ответ. Почему вы боитесь раскрываться, боитесь искренности? Потому что вам кажется это небезопасным. Быть открытым – значит быть уязвимым. Но страшно ли быть уязвимым перед самим собой, перед Богом. Нет, потому что вы тот человек, который может себя понять и посочувствовать себе. Потому что Бог – это любящее и понимающее начало внутри вас. Начните с того, что раскройте свои истинные чувства перед собой и перед Богом, который у вас внутри. Знаете, почему вы прячете чувства от других? Потому что вы не знаете своих чувств. От того, что вы не знаете их, вы боитесь их. Вам кажется, что чувства – это что-то, что покажет ваши слабые стороны или какие-то стороны, которых вы стыдитесь. Но если вы узнаете свои чувства, вы поймете, что в них нет ничего плохого и постыдного. Вы поймете, что Бог понимает и ценит все ваши чувства. И тоже сможете принять себя вместе со своей способностью чувствовать. Приняв свои чувства, вы поймете, что они не только не делают вас уязвимым, но помогают стать сильнее. Третья фаза – наработка опыта общения от сердца. Интересны ли вам другие люди? Хочется ли их услышать, понять, научиться договариваться, находить что-то общее, вместе смеяться? Когда вы возвращаетесь в Божественный дом, вы радостно проводите время вместе. Вы смеетесь вместе. Да-да, в Божественном доме есть место смеху и юмору. И потому благословенные моменты, когда на земле вы делаете то же самое. Это напоминание о том вечном и незыблемом, что связывает вас, о любви Бога и вашем единстве в этой любви. Если в вашем сердце есть любовь, вам обязательно будут интересны другие люди. Вам захочется обмениваться с ними чувствами, а не только мыслями. Вам захочется оказаться в едином поле энергии, где вы настроены на одну волну, чувствуете одинаково, понимаете друг друга. Зажгите Божественную любовь в своем сердце, и вам непременно захочется ею делиться. И на ваш свет придут те, кто способен понять вас и услышать вас. Цените себя, тогда вы сможете ценить другого. Найдите опору в себе, тогда вам не придется искать ее в другом. И ваши отношения будут не взаимозависимыми, а свободными и равноправными. И тогда вам не нужно будет бояться раскрывать свои чувства. И тогда вы сможете общаться искренне, ничем не рискуя. Общение перестанет для вас быть проблемой, а станет радостью и способом испытать восторг перед жизнью и ее возможностями, то есть тем, для чего вы пришли в мир.